Добрый день, уважаемые коллеги! Позвольте вам представить доклад на тему гранулы фардайса. Гранулы фардайса представляют собой гиперплозированные листальные желези, которые имеют способ образовывать на всех участках тела все кожные покровы, не более тонкие и нежные. Чаще всего они локализуются на изнутри оболочек ротовой полости, на губах, в паху, непосредственно на половых органах и на суставах. Впервые подобные изменения стальных желез были известны американским дерматологом Джоном Адисовым Фардайсом в 1096 году. Внешний список стальных желез напоминает мелкие размеры скосуное зерно, узелки или пахуи. Как правило, подобные выступления многочисленны, но с распространенным характером и не сопровождаются болевыми ощущениями. Гранулы фардайса достаточно часто встречаются как среди мужчин, так и среди женщин. Впервые неспециальные железы появляются в подростковом возрасте, когда начинается процесс полового согревания. Таким образом, можно предположить, что процесс образования протекает соответственно по следующим алгоритмам. В период нефеопробного развития у плодам решается закладка стальных желез. В пубертатный период столбится в мандраденах. Железы начинают увеличиваться в размерах и активно продуцировать кожное сало, следствием чего становятся их визуализации. Причина провоцирующего изменения стальных желез в настоящий момент не выявлено, однако большинство ученых основывающих на результатах патронов логических исследований полагают, что предпосылка возникновения этих являются различного рода врожденные нарушения развития стальных желез, приведящее к их смещению верхней своей кожи или к смене цели нормального расположения. Факторами развития гранулопардации являются также курение, гормональные сбои, поражение протоков сальных желез и преднаближение правилами возникновения. При осмотре больного картина выступания достаточно типична. В частности, при проведении диагностики важно деференцировать гранулопардацию с судьбом, с красным плоским лишаемом, с нейровым дермитом и с конституционным малюсом. Образование считается одним из вариантов биологической системы нормы, поскольку они полностью доброкачественны, не вредят здоровью, не сопровождаются неприятной симптоматикой и не передаются половым путем. В качестве средств, позволяющих зону для дальнейшего развития процесса, рекомендуется применение масла жажаба и литиного калинитата. Эти средства препятствуют образование мозга гранул. В качестве основных методов удаления используется электрокоагуляция и филдеструкция. Удаление с помощью лазера или криотерапии эффективно неподолжительное время, поскольку гранулы появляются вновь. Таким образом, гранулы фардайса не являются патологией и считаются абсолютно нормальным состоянием человеческого тела, как правило, не требуют хирургического вмешательства или медицинского лечения. Удаляться стоит только в том случае, если они мешают жизненно важной функции. Спасибо за внимание. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok